доброе утро дорогие друзья вы на канале приют ангелов наш канал канал простоверов то есть мы просто с вами верим и здесь мы стараемся о сложном говорить просто я надеюсь что это вам и нравится на этом канале сегодня у меня разговор который попросила осуществить одна знакомая который другая знакомая прислала аудиосообщение с рассказом о том что они постарались осветить свое учреждение пришел батюшка все сделал как надо но пока он это делал у всех заболели головы на следующий день вообще все очень плохо себя чувствовали но самое обидное что они обнаружили что в течение нескольких дней у них резко сократился поток посетителей они ожидали совсем другого а случилось вот следующее что и и сами вроде как бы заболели и посетители вдруг перестали их посещать она просит ее объяснить а моя знакомая меня просит объяснить что это такое было я попробовал коротко отделаться и написал ну либо учреждение жулики либо клирик жулик вот поэтому бог и не захотел в этом участвовать но и и это не удовлетворило поэтому мы с ней поговорили письменно чуть подольше и я пообещал что запишу вот этот ролик где постараюсь объяснить поподробнее что произошло и почему не сработало освещение начну со своих примеров у меня было несколько странных таких случаев и странных освещений которые я совершал и начну я с одного ну я не знаю как она сработала но для меня было но неожиданно и я сам удивился что мне пришлось в этом участвовать однажды одна женщина меня попросила светить детский центр потому что он открывается на рождество и там будет мероприятие дети тут в общем все такое и даже предложила что привезите своих детей и они тоже поучаствует это же получат подарки в этом мероприятии а так как дочка была маленькой подружки и и были маленькие мне разрешили несколько человек взять да просто мы на одной машине поехали человек хороший нас повел прям из пистяков и мы приехали в этот детский центр приехали когда еще никого не было и я его осветил там спортивный зал там кабинеты там нож стоит елка большая такое хорошее учреждение даже порадовался это было девяностые годы когда еще ничего такого особенно радостного не было у нас здесь например совсем тяжело было и мы сюда привозили мы первые начали здесь ставить рождественские елки прямо в храме делать детские праздники привозили тысячу подарков но в общем сами пытались устроить праздник который никак не могу устроить государство потом она подключилась но в этом центре все было как-то так вот на то время шикарно я еще удивился думаю ну хорошо ладно осветил осветил ждем когда начнется мероприятие их друг на мероприятие первым кто выскакивает на этом празднике это макдональдс вот этот клоун из макдональдса я так удивился думаю он то тут причем рождество макдональдс и все остальное и вдруг мне объясняют я спрашиваю а он то тут причем так этот центр построил макдональдс или организовал макдональдс он не строил взял какое-то помещение поэтому он принадлежит макдональдсу и он значит одна из детских таких мероприятий макдональдса которые у нас в стране вот заехал и хочет чтобы он долго здесь проживал ох я в каком был недоумение что я сам противник мадо макдональдса то есть этой пищи хотя иногда там когда уж совсем приспичит бываю ну раз пять наверное в жизни был но освещать центр макдональдса я бы наверное никогда не согласился если бы заранее узнал что нужно осветить центр макдональдса хотя в принципе а что тут еда и еда ну ладно правда американская вот это случай для меня памятный потому что надо соображать что-то освещаешь клирику которые освещает дальше давайте о случаях которые привели к обратной реакции поговорим у меня один из случаев был достаточно смешной сначала ехал я по дороге москва владимир ездил я тогда на попутках я когда служил здесь лет 10-12 я на попутках ездил и садился в балашихе после поста газ гаи встану и голосую кто-нибудь остановится хорошее место был я очень много там приобрел хороших знакомых и друзей до сих пор с некоторыми кстати дружим хотя прошло уже больше двадцати лет и в тот раз остановился у меня меня подобрать камаз с длинным прицепом я так маленечко содрогнулся вот появился что камаз это всегда чревато тем что ты на час на два позже приедешь они едут медленно но я каждый раз понимал что если остановился значит ему надо вот это меня никогда не подводила я садился на любую машину которая становится и как правило это оказывалось машина который нужно меня подобрать начиная разговаривать с водителем ты находишь почему он остановился а потом как правило и проблема находилась которые нужно решать ну например один остановился и сказал у меня сын хочет поступить в мчс в академию а никак невозможно там такой конкурс и так к этому относится но это помните это все 20 лет назад и я не знаю как подойти к этой академии чтобы его взяли мы в итоге обучили два его сына в академии и оба служат в оба успешные и это всего лишь он подобрал меня на дороге в этот раз камаз ехал ехал и доехал я уж не знаю кто помнит или нет но был такой перекресток по тридцать третий километрах от москвы в левую сторону он уходил туда можно было свернуть и доехать до щелковского шоссе не помню как на ельню не не помню как назывался этот перекресток но такой знаменитый его так и называли что вот такой то перекресток и там стоял пост гаи проскочить этот пост гаи без поборов было подвигом он обязательно значит останавливал особенно если это вот грузовик или дорогая машина в общем придирались и брали деньги давайте честно говорить так вот едем мы на этом камазе и его останавливают останавливают он уходит я сижу огорченной и долго не приходит я даже засомневался что его вообще отпустят поскольку уж сильно долго под были у меня такие случаи что все там права не такие страховки нету его оставали у какого-нибудь поставим не приходилось пересаживаться на следующую машину и я пошел узнать поедет ли он дальше захожу на пост потом несколько каишников один такой нет толстый был в другом месте ну тоже солидный значит вы чего что вам тут нужная форме я в священник я говорю ну вот он меня взял попутно отпустите его он хорош человек он тут это а ты едешь с ним хорошо освети нам пост и мы его отпустим но я что делать ну надо спасать и человека и значит дело сделать раз просят и я освещаю им пост у меня всегда с собой был инструмент так говорится крапила святая вода служебничек и я это сделал в общем то с удовольствием но когда они спросили меня это нам поможет то есть освети нам один спрашивает это нам поможет я говорю ну смотря что вы делаете в чем-то может поможет а в чем-то нет в общем пост осветил и уехал какое мое было недоумение когда через неделю я возвращаюсь и и хочу водителю который меня везет показать освещенный мною пост ну конечно с некоторым таким юмором думаю подъезжаю к посту а его нет вообще вообще вот просто вообще убрали снесли эту вот такой длинный не помню как вагончик что-то такое было в таком думаю вот это ничего себе наверное эти гаишники много лет проработав здесь и кое-что заработав удивились наверное что дало освещение этого поста но для меня вот один из примеров что не нарывайтесь если вы там стоите жулики а захотели осветить и помощи божий во своем жульничном деле то господь в этом не участвует он разоряет такое дело самое может быть большое крупное мое освещение которое привело к такому результату было в подмосковье в одну воинскую часть меня пригласил мой знакомый у него там был знакомый замполит верующий человек который захотел освещение этой части потому что там что-то не так происходит я приехал в эту часть и она как ни странно занимала половину корпусов санатории бывшего но была особая часть я уж не буду вам особенно рассказывать чем они занимались тем более что дальше то все пошло очень трагично для этой части так вот я пришел мне замполит рассказал что ну вот надо осветить а то нам как-то здесь не по себе действительно очень хороший верующий такой молодой человек он был вызван аж из приморья чтобы служить в этой части а поскольку как-то там себя проявил я что мог посвящал там были учебные классы ну в общем что-то посвящал там был даже сауна и бассейны и все остальное и меня тоже попросили и я там святой водой попрыскал ну и после замполит устроил небольшой посиделку очень узкую лично с ним и к сожалению рассказал очень такую печальную историю с этой части и заключалась она в том что эта часть в своей в своей одной из значит значений была предназначена для чиновников и ну для больших людей вот эти часть корпусов которым она обслуживала были сделаны гостиницы и туда приезжали и офицеры и всякие люди и в этой части жен офицеров но я не знаю как помягче говорит ну в общем заставляли заниматься проституцией этого замполита жену тоже втягивали не оказалось что его и пригласили это сюда потому что кто-то из этой части там на востоке увидел что очень красивая женщина он не хочет и он горит меня переведут тут я уже не могу сдерживать у некоторых жены уже просто профессионально этим занимаются и поэтому их мужья растут в возрасте в военных званиях а я вот все остаюсь и меня видать вышлют но вот такая беда я грубо говоря схватился за голову а что же мы тогда тут освещали я думал вы таким делом каким-то занимаетесь нет они занимались делом и там солдат не всегда это касалось то что здесь делается но тем не менее мне было не по себе что вот вот такое освещение но у меня остался знакомый кто в этой части и дальше получилось очень интересная история эту часть вот буквально вот мы осветили там через неделю через две я не помню через сколько вдруг часть этих гостиниц решил купить один вор в законе я уж так скажу вот эту вот эту часть гостиниц которая принадлежит этим военным а вторую половину уже купил раньше она уже ему принадлежал вот он захотел иметь все и дал такие деньги что часть вывезли в поле причем под зиму поставили палатки и она полгода жила в палатках а через полгода ее просто расформировали все корпуса действительно продали но как только состоялась последний вот сделка этого вора вора в законе убили известный такой вор я не буду имя называть но убили а часть расформировали и в конечном итоге мой знакомый горит ну вообще мы все в таком шоке там больше того вот этих офицеров которые все организовывали двоих просто уволили из армии вот как-то вот так под вскрылась какая-то и там пошла переделка кому-то не понравилось чем они заняли и двоих один полковник другой майор вылетели просто из армии и вот мне мой знакомый говорит они были в полном недоумение что все шло 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 и вдруг батюшка приехал осветил и все рухнуло и все разрушилось и это для меня лично вот показатель к тому что нужно от к освещению относиться очень серьезно очень серьезно поэтому я вот недавно выпускал ролик о том что я против например освещения вооружение вооружение не ну вообще против освещения вооружение давайте так можно бы дам подразделить что человек там с автоматом за родину воюет и все остальное ну а потом кому достанется этот автомат если вдруг что-то случится кто потом будет с этим автоматом ну уж точно по против освещения там пушек которые куда-то стреляет и непонятно в кого попадут ракет которые падают и там точно вот я против освещения потому что это не понимание что мы хотим сделать для чего мы духа святаго призываем на это оборудование можно так сказать если уж так вот мистически задуматься ты ракету осветил она полетела и у нее в цели находится группа террористов и ребенок бог ведь должен отвести эту ракету он не может дать погибнуть ребенку потому что тут ты пустил эту ракету на террористов ну то есть надо задумываться когда освещаешь что же в этом случае произошло которым рассказывает мне женщина ну кто-то на мой взгляд грешный вот почему то все это так случилось может быть этот священник хитроватый то есть есть очень разное и я даже встречал тех кто и не служит в церкви и сан это не имеет а одевается и освещает вот в 90-е годы просто таких было мама не горюй которые предлагали такое освещение с другой стороны что могло подействовать ну например разговор о том что они осветили это учреждение а в городе к этому клинику который освещал плохое отношение и пациента сразу немножечко к этому клинике отнеслись к этому учреждению отнеслись неприязненно ну я не знаю ну в общем как то как то что то пошло не так а что не так пошло не так привлечение господа к делу которое не очень то ему нравится я бы так сказал или он не хочет в этом деле участвовать или он хочет его поправить то есть не обязательно освещение приведет там к разорению этого учреждения этого магазина там этого склада или еще что то а он может трудностями заставить задуматься посмотреть вот этот мой ролик и дальше направить свою деятельность на что на служение господу все освещения которые мы с вами совершаем они совершаются для того чтобы в этом месте в этой карете в этом с этим значит оборудованием там или в этой одежде одежда у нас тоже освещается и все остальное служить господу вот для этого все эти освещения если ты берешься освещать то есть хочешь освятить а будешь чем-то заниматься другим то извини он участвовать в этом не будет я всегда каждый раз когда ко мне приезжали освещать машину предупреждал что смотрите мы освещаем но вы должны жизнь в этой машине и деятельность в этой машине посвятить богу если вы будете грешить в этой машине что-то делать неугодное к сожалению даже освещенной она может попасть в аварию она может сломаться она может вообще вам все можно так сказать разрушить у меня была такая история когда подъехал тоже в 90-е годы человек на белом мерседесе весь такой из себя батюшка давайте я вам храм весь отдел у меня денег много-много освети мне машину я говорю ну я машину то освещу но чем кончится я то понимаю что ваши деньги такие не совсем легальные и я не знаю чем кончится это освещение но тем не менее да ладно мы живем честно у нас там мы честные разбойники так можно сказать я ему светил машину через месяц приезжает обросший в одежде без всякой машины батюшка спрячь помоги у меня беда на меня наехали у меня это я говорю ну а как же ты вот прожил у нас два дня чуть-чуть очухался я поеду я разберусь вот вам и освещение машины это как раз ответ на то что почему осветили она перекувырнулась там например или мне такой же вопрос задавали когда в одном храме два священника погибли друг за другом в похожей автокатастрофе в период меньше сорока дней то есть погиб один назначили нового и новый погибает не прошло сорока дней почти на том же месте и меня спрашивают ну как же так они ездили на освещенных машинах да и сами вот такие святые а я не знаю я не знаю почему господь вот так решил и почему и что но если залезем в глубину если разберемся что там происходило а у меня были подозрения что там в этом храме происходило то мы найдем причину найдем причину поэтому в данном случае который описывает мне знакомые я коллектив прошу не беспокоиться просто понять что вы в другой ситуации ситуации и это теперь ваше учреждение принадлежит богу вот так раз вы осветили оно уже не ваше у нас кто главнее бог или мы у нас бог главнее и поэтому теперь он управляет здесь и организует грубо говоря вашу жизнь на помощь другим людям вот и те люди которые дальше будут пользоваться вашим учреждением должны понять и осознать что здесь такие люди кстати это очень интересно что я встречаю в учреждениях где чиновники с иконочками сидят где врачи с иконочками сидят даже в магазинах встречаю что магазины есть я кстати магазины освещал и конечно это достаточно странно потому что вины какие-то и когда меня попросили освещать магазин я говорю слушать там вино я не буду я с винным отделом магазин меня уверили привезли и показали действительно магазин был без вина он был косметический магазин я его осветил а лично я бы вот с вином не взялся освещать потому что все это тоже не совсем закончится хорошо ну самый большой пример это святой источник эту воду в костроме выпустили и выпустили вместе с винным комбинатом там и публично пошли и осветили этот винный комбинат так как они как бы все сотрудники я тогда очень удивился ну и где святой источник в костроме где тот епископ который освещал а главное где еще и секретарь с помощником которые помогали все это сорганизовать и с это сделать вот вот надо мне ответить извините это константин который там рассказывал про то как ему кстати вот бог помог как он вот очень качественно к этому относится кстати поэтому и вы когда думаете о том что что-то нужно осветить обязательно осветите поскольку мысль вам это не могла прийти напрасно случайно обязательно эта мысль идет от господа что то чем ты занимаешься нужно осветить и тебе будет от меня помощь это такая вот форма отношений как бы договор с господом о том что вы это собираетесь сделать и что ему нужно в этом деле помочь во вторых сказать что будьте внимательны к освящению и если что что то там не освящайте этого я тоже не могу сказать потому что оставшись без освящения дома квартиры даже учреждения в котором вы работаете вы уже заранее себя как бы оставляете открытым для бесов то есть защиты боже если вы отвергаете вот принципиально отвергать не надо нам никакого освящения освященные территории все входит в ойкумену то есть вот в состав можно так сказать такой территории занятой богом на земле ойкумена или людьми вот духовными занятыми все что вещи какие вы освятили входит тоже в эту сразу деятельность в ойкумену и оно там участвует все что не освящено оно так оно может бесом использоваться оно злыми людьми может быть растащено и все остальное поэтому освящать старайтесь как можно больше всего это уж точно если освятили и что то пошло не так как вам казалось просто подождите помолитесь подумайте о причине коллективом так сядьте и скажите а что это нам за что это нам такое произошло хотя в данном случае мог просто вирус принести этот священник и все вирусом окропить и у них сразу пошла заболеваемость а люди интуитивно почувствовали что там что то не так вот поэтому не беспокойтесь все наладится если вы верующие люди и вы искренне это сделали если не посчитали это актом магии вот в которой мы так сделаем и будет так как мы хотим это магия мы скажем значит слова волшебные и придет волшебство сразу посетители на наш магазин налетят это магия вы в освящении отдаете богу то что у вас есть в защиту и в использовании и помогаете ему использовать это во служение господу вот тогда у вас ничего страшного происходить не будет если в этом случае у вас почистится маленечко коллектив потому что я вас уверяю сразу плохо себя начинает чувствовать люди с душой ладно пусть будет все у вас хорошо помоги им господи потому что люди то видимо хороший раз решили такое учреждение осветить и пусть твоя помощь будет им всегда здоровья вам всем радости аминь в Субтитры создавал DimaTorzok